Вы на канале лекарственные растения. Всем привет! Это красавица американка родом с Северной Америки. Раньше культивировалась на Кавказе, где ее использовали в качестве красителя для шелковых тканей. Сейчас она растет в сорных местах, вдоль дорог, у жилья, в садах и огородах на Черноморском побережье России. Лаконос американский или фитолака. Травянистый многолетник принадлежит самому известному роду лаконос – семейство лаконосовое. Род включает примерно 35 видов многолетних трав, произрастающих в тропиках и субтропиках Америки и Африки, а также в Южной и Восточной Азии. В России встречается один вид – лаконос американский. В высоту достигает до 2 метров. Внешне похож на раскидистый кустарник. Ствол фитолаки деревенеет и имеет красивый пурпурный оттенок. Корень лаконоса американского толстый, располагается вертикально, снаружи покрыт коричневой пробкой, а внутри белый волокнистый. Корневище короткое и многоглавое. Цветки обои полые, мелкие, около 0,5 см в диаметре. Обычно актиноморфные, в верхоцветных плотных кистях соцветия. Околоцветник простой, пятичленный. Тычинок 10, пестик из 10 плодолистиков. Зависть верхняя, многогнездная. Плоды – глянцевая ягода, темно-красного. По созреванию – фиолетово-черного цвета, с темно-красным красящим соком. Цветет с июня по сентябрь. Плоды созревают в сентябре-октябре. Благодаря своей морозоустойчивости и неприхотливости в выращивании лаконос можно встретить в условиях умеренно-континентального климата в ботанических садах, парках и на обычных участках. Богатая история применения лаконоса связана с его химическим составом. Фитохимические исследования показали, что лаконос американский содержит много сильнодействующих биологически активных веществ. Корни содержат алкалоид, фитолокцин, стеориды, тритерпеновые сапонины, фитолокозиды, А, Д, Е, тритерпеноиды, олеаноловая и елигоновые кислоты. Встречаются и другие кислоты. Все зависит от условий произрастания лаконоса. А также кислоты фитолоковая и муравьиная, горькие вещества, фермент оксидаза, лектины, углеводы, сахароза и крахмал, немного эфирного масла с резким запахом и острым вкусом. Кроме того, в корнях обнаружен белок, папа-николаутоксин, излечивающий лейкемию. В листьях содержатся сапонины, флавоноиды, астрогалин, изукверцетин, кемпферол, аскорбиновая кислота и фенолкарбоновые кислоты, ванильная, гидроксибензойная, синаповая, кумаровая, феруловая и кофейная. В плодах содержатся алкалоиды, антоцианы, тритерпеновые сапонины, углеводы и родственные соединения пенид, витамины В1 и ПП, калий. Из плодов выделен флавоновый гликозид, биозид кверцетина, антоцианин, сахара, алкалоиды. В семенах найдены тритерпеноиды, ацетилолианоловая кислота, сапонины, неолигнаны, изоамериканол и американол. Плоды и семена богаты витаминами группы В и ПП. Из тритерпеновых сапонинов, фитолокозиды АДЕ, выявленных из лаконоса, изготовлен препарат фитолакодекандра. Лектины с метагенным воздействием влияют на лимфоциты. Некоторые из этих белков обладают противовирусными свойствами. Они активируют субъединицы рибосом и нарушают репликацию вирусов, таких как вирус герпеса, гриппа, полиомелита и ВИЧ-1. Лекарственное значение в наибольшей степени имеют корни, реже стебли, листья, ягоды. Заготавливают сырье осенью. Корни выкапывают после окончания вегетационного периода. Очищают от земли и тщательно промывают в проточной воде. Сушат корни в сушилках при температуре около 50 градусов или в духовке. На изломе корни желтовато-белые, волокнистые. Корни с красной сердцевиной для лекарственных целей использовать нельзя. Листья заготавливают в течение всего вегетационного периода. Ягоды используются в свежем виде, но можно заготовить впрок, предварительно высушив их в духовке или под навесом на сетчатых решетках. Готовое сырье хранят в полотняных мешочках в сухом проветриваемом помещении. Срок хранения 1 год. Применение лаконоса американского в народной медицине. Спиртовая настойка фитолаки помогает при простудных заболеваниях и сильном кашле. Рецепт. 1 столовая ложка сухих измельченных корней растения залить 250 мл спирта. Плотно закрыть крышкой, убрать настаиваться в темное место на 2 недели. По истечении срока настойку процедить. Принимать не более 10 капель с водой 3 раза в день. При ослабленном иммунитете воспаление желудка и кишечника приносит пользу водный настой лаконоса. В 300 мл кипятка засыпать 1 столовую ложку сухих корней и 1 столовую ложку листьев. Накрыть крышкой и оставить на час настаиваться. Перед применением процедить. Принимать по несколько глотков каждые 4 часа. Средство не только снимает воспаление, но и ускоряет обменные процессы. При заболеваниях дыхательных путей хорошее воздействие оказывает отвар растения. В 500 мл кипятка положить 1 чайную ложку листьев и 1 чайную ложку ягод. В течение 5 минут отварить на слабом огне. Отвар снять с плиты и настоять еще час под крышкой. Процедить. Принимать по 15 мл трижды в день на пустой желудок. Использовать его можно в качестве отхаркивающего средства и при воспалениях мочеполовой системы. От язвы, жировиков и воспаления на коже при отеках и суставных заболеваниях делают примочки и компрессы из сока растения. Для его приготовления необходимо измельчить ягоды до состояния кашицы и отжать через марлю. Курс лечения 1 месяц. На Кавказе фитолаку употребляют в пищу как спаржу. Листья и молодые побеги отваривают в соленой воде. В абхазской кухне ягоды применяются при засолке огурцов, капусты, острого перца и чеснока. Как своего рода специя, придающая терпкость и пряность. Продуктам придает розово-лиловую окраску. В винодельческих районах Европы и Азии лаконос американский выращивается ради ягод, дающих краску для вина. При использовании проверенных рецептов целебный многолетник помогает справиться с хроническими и острыми заболеваниями суставов и кожи, с воспалениями и пищеварительными недугами. Имеются противопоказания лаконоса американского, который может принести организму как пользу, так и вред. Принимать средства на основе фитолаки не рекомендуется при остром панкреатите и язве желудка, при обострении гастрита, при наличии непроходимости кишечника, при склонности к диарее, при острых воспалениях желудочно-кишечного тракта, при беременности и в период лактации, а также при индивидуальной непереносимости компонентов. Лаконос американский – полезное, но ядовитое растение, требующее осторожного применения. Помните, что увлекаться самолечением опасно для здоровья, так как это растение считается ядовитым. Перед употреблением обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Соблюдайте рекомендованную дозировку, будьте здоровы, берегите себя и своих близких.